Сушка даже правильная, всегда серьезное испытание для нашего организма. Она требует максимальной отдачи в работе почек, печени, ЖКТ и нашего сердца. Если есть любые заболевания, сушку стоит заменить на белково-углеводное чередование и стараться не слишком урезать углеводы. Что надо сделать перед сушкой? Профилактику гепатопротекторами, а вот пить, очищающий сбор, напротив нельзя. Печень поддерживать начинают за 14-15 дней до начала входа в сушку. Следует распланировать все так, чтобы на весь период сушки у вас не было серьезных стрессов, переезда, смены работы, сессии, свадьбы и прочее. Женщинам, не спортсменкам не советуют сушиться дольше, чем 6 недель и убирать процент жира ниже, чем 18%. Это может быть вредно для гормонального фона. После 6-недельной сушки должен начаться выход, который занимает по времени столько же, сколько и сама сушка. Если вы не набрали мощечную массу, бессмысленно. Вы похудеете, но лучше выглядеть от этого не станете. Кроме того, такая сушка чревата замедлением обмена веществ в будущем. Тренировки на сушке должны быть короткими и взрывными. Одна силовая сессия не должна превышать 45 минут. Идеально на время уйти из тренажерного зала на ход Айрон или заниматься с подругой или персональным тренером для дополнительной мотивации. Так как тренировка – это последнее, чего человеку хочется делать на сушке. Кардио стоит передвинуть на утро, до завтрака, и сократить саму тренировку по времени, взамен усилив интенсивность. Максимум полчаса. Лучше интервального тренинга. Сушка должна быть на 300-350 калорий меньше того, что вы едите в норме. Рациона на 1200 калорий и более скудные для сушки не подходят, если только вы не начинаете сушиться с веса 55 кг и ниже. План сушки по неделям примерно такой. Первая неделя 120 грамм углеводов. Из них можно два больших зеленых яблока или один большой грейпфрут. Умеренное количество любой крупы с низким гликебическим индексом. Гречка, коричневого риса, либо чечевицы. Все каши употребляются без соли, с небольшим количеством ненового масла или лимонного сока. От хлеба и хлебцов отказаться, так как они тоже содержат соль. На первой неделе вы полностью отказываетесь от сладостей и напитков с сахаром, в том числе и от спортивных шоколадок с L-карнитином. Основа рациона творог 0%, кефир 1%, куриные грудки без кожи, ментай 3 раза в неделю, можно порцию жирной рыбы, типа семки, но приготовить на пару. Можно пока без ограничений есть овощные салаты с маслом и лимонным соком. Солить еду нельзя. Два раза в неделю можно съесть 50-60 грамм неширного сыра, типа чечел или любого другого до 20% жирности. Вторая неделя. 100 грамм углеводов под нож. Идет одно яблоко или половина грейпфрукта. Каша плавно переезжает на время до 14 часов. Не успели поесть ее до этого времени, значит до завтра. Остальное пока без изменений. Третья неделя. Для 80 грамм углеводов убираем полностью фрукты и сыр. Четвертая неделя. 60 граммов углеводов сокращаем кашу 6 столовыми ложками в отварном виде. Убираем морковь. Пятая неделя. 40 грамм углеводов убираем кашу. Остаются зеленые овощи и все источники белка. Шестая неделя. Убираем молочные продукты. Выход из сушки состоит в том, что на седьмой неделе мы едим по плану пятый. На восьмой, по четвертой и так далее. Затем повторяем первую неделю два раза. Понравилось видео? Ставь лайк. Субтитры сделал DimaTorzok